А у нас на связи уже наш друг, еще один Самвел Мартиросян, эксперт по кибербезопасности, медиаэксперт, блогер, ютуб-канал. У Сэма человек, который нам всегда объясняет, как себя вести в той или иной ситуации. Айк, давай. Самвел, добрый день. Очень рада тебя сегодня. Мы в последнее время часто слышим, что вольные бывают гибридные, но зачастую, когда наблюдаешь информационное поле Армении, вообще интернет, такое ощущение, что люди не понимают вообще, о чем идет речь. Вообще, что такое информационная война, как она отражается в медиапространстве и что конкретно происходит во время активной фазы войны? Ну, по большому счету, один из компонентов гибридной войны, это как раз именно то, что люди не понимают, что происходит. Смысл в том, что используется множество разнообразных, современных, в том числе технологий, которые позволяют воздействовать на процессы с использованием серых, темных источников. То есть люди вообще не понимают, скажем, откуда идет информация или им кажется, что информация идет с какой-то одной стороны, а реально за этим стоит кто-то другой. И по большому счету информационная составляющая – это лишь один аспект естественной гибридной войны. Иногда люди чересчур переоценивают информационную войну и считают, что только какими-то там постами в фейсбуке и все такое, можно что-то сделать. Это информационная составляющая, она всего лишь поддерживающий компонент для уже военных дипломатических, политических и иногда и экономических ударов противников. И по большому счету точно определить, что такое информационное воздействие. Я затруднюсь по одной простой причине, что постоянно генерируются новые типы атак. Эти атаки могут быть очень долгосрочными и долговременными. Например, то, как, скажем, Турция работала в течение десятилетий для того, чтобы убрать армянские топонимы, убрать, я не знаю, вы помните или нет, но много лет турки работали над тем, чтобы, скажем, из биологических словарей убрать или изменить название животных, которые содержат, скажем, элементы армянского наговора и все такое. Это информационная война, которая может действительно вестись десятилетиями и воздействие проявляется очень-очень просто. И, конечно, это то, что мы видим в данный момент, это использование социальных сетей, телеграм-каналов, ватсапов и так далее, когда пытаются воздействовать как в целом на ситуацию, так и на конкретных людей. Это все делается как, например, через вкидывание в сеть фейковых новостей или в течение более долгого времени прорабатываются какие-то конкретные нарративы, чтобы какие-то тезисы ввести в сознание людей. Но это может иметь очень непосредственное воздействие напрямую, скажем, людям звонят по ватсапу и угрожают, пугают. Это уже целевым образом конкретно на конкретных людей для того, чтобы вызвать в целом в обществе состояние подавленности, паники. Сам, Велос, если говорить о подготовленности, я даже не говорю сейчас про общество, насколько общество готово, вот, наверное, не стоит давать таких оценок. Но как государство к этим информационным атакам готово? И вообще, какие действия должны быть от государства, чтобы эти информационные атаки предотвращались? К сожалению, государство не готово. Причем это готовность, чем, по мне так, дальше, тем хуже. Причин этого очень много. Это в целом не заинтересованность в этом. Во-вторых, есть очень плохая причина, о которой так особо люди не хотят говорить, но информационные ресурсы человеческие и чисто медийные ресурсы, которые есть у Армении, как у власти, так у оппозиции, уже долгое время больше работают друг против друга, нежели на фронте, скажем, да. И, соответственно, ведь вопрос не только в информационном противодействии. Это еще и важно, чтобы было внутреннее вопрос именно гибридных угроз в том, что в это все вовлекаются одновременно очень разные векторы. И для их противодействия, скажем, в кавычках, информационные войска должны быть в очень жестком взаимодействии с армией, я не знаю, с Министерством внутренних дел, с Министерством здравоохранения, потому что ты не знаешь, откуда что-то выплынет. И должен очень быстро на это реагировать. Кроме того, одно государство самостоятельно не может с этим работать. Это еще и должно быть совместно взаимодействие с негосударственными какими-то организациями. Это должно быть взаимодействие с теаспорой и так далее. То есть это очень серьезная, кропотливая, рутинная и очень масштабная работа, чтобы противодействовать врагу, который сам в течение десятилетий строил систему информационного воздействия на нас. Скажите, пожалуйста, Самвел, что может сделать обычный человек, когда на него обрушивается такой поток информации? Как защититься от дезинформации? Как чуть-чуть хотя бы сориентироваться в этом потоке и какие-то поставить заслоны против пропаганды той стороны? Если бы мы говорили там лет 15 назад, я бы привел там 2-3 метода, как обнаруживать фейковые новости и все такое. Но проблема в том, что производители фейков очень-очень продвинулись за это время. И на сегодняшний день ситуация такова, что обычный человек, у которого три диплома и два бизнеса в Москве, в принципе самостоятельно не способен на таком уровне и при таком темпе новостей самостоятельно фильтровать. Поэтому если человек сам вот этого, все это не углубляется, не учит, как проверять новости и так далее, единственный выход, это в такие очень сложные периоды немножко, как у римских легионеров, кто-то был при особых опасностях, они закрывались в черепаху, полностью закрывались. По мне, выход такой, выбрать 2-3 медийных источника, которым человек доверяет в течение длительного времени. Мы очень жалуемся, что журналисты у нас плохие, по большому счету часто так, но хороших журналистов у нас тоже много. Ну, немало, ладно, не скажу много. Выбрать 2-3 медийных источника, выбрать 2-3 журналистов, которые в соцсетях активно пишут, выбрать, простите меня, 2-3 экспертов, если получится, и вот закрыться, следить только за ними. Если что-то важное произойдет, приличное издание об этом напишет. Если будет какой-то фейк, они сначала его проверят и вряд ли пропустят. Кажем может произойти, что даже в приличное издание проникнет фейк, но приличное, оно и тем-то приличнее, что потом оно напишет, что опровержи. И вот это лучший вариант. Если у человека нет нервов, то есть он видит, что он не в состоянии нормально эмоционально реагировать на новости, то вообще лучше очень ограничить, потому что в противном случае ты фактически понимаешь, что информационная война против тебя лично действует. И очень важно, но все равно, я вот говорю, но люди все равно будут читать все, что угодно. Потому что иногда новостей мало, а человек все равно хочет что-то узнать. Но даже в этом случае не шерьте, когда вам попадаются там новости с телеграм-канала, персики в миксере, там черно-белые глаза или вообще порядовые какие-то каналы есть, с какими-то невероятно сюрреалистическими названиями или самый правоверный армянин и три креста. Вот такой канал. Ты не знаешь вообще, кто этот канал ведет. Может, там какой-то укуренный кто-то, может, просто какой-то момент сидит толстый. В общем, даже если ты это все читаешь, то не надо это все шерить. Если ты точно это все не проверил через вот этих ранее обозначенных журналистов и экспертов, то не шерсть. Пусть это в тебе поварится. Не надо это все всем своим друзьям посылать. Есть люди, которые вот это такое ощущение, что они родились, чтобы шерить. Функция фактически это работа на врага. Потому что ты не фильтруя, посылаешь все, что тебе сливает и просто по статистической вероятности там хотя бы это вражеская пропаганда. Миним. Это означает, что ты просто тупо бесплатно работаешь на врага. Хоть напиши там зарплату, хоть экономики, местной помоги. Зачем в день делать 50 шерам и послать это все всем друзьям. Причем без комментариев. Сидишь и тебе приходит в течение дня 15 каких-то ютуб-каналов. Какой-то хреналяк. Какой-то эксперт сидит и как будто привет несет. И причем ты не понимаешь, зачем он прислал тебе. Там лайф на два с половиной часа. Естественно, это все смотреть нельзя. И потом, когда спрашиваешь, зачем он прислал, он говорит, вот на второй час тридцать вторая минута. Там очень-очень все, что ты говоришь, ты говорил неоднократно. Говорил это и говоришь это и по первому национальному, и в своих сетях. И постоянно говоришь. Я думаю, что те люди, которые адекватно и слышат тебя, слышали тебя давно, а те люди, которые родились для того, чтобы шерить, и сейчас ничего не поймут. Меня другой вопрос интересует. Пару дней назад была массированная хакерская атака на государственные сайты, на аэропорт и так далее. С этим как быть? И есть ли у нас тоже, скажем так, вот те самые антихакерские войска и что мы делаем в этом смысле? Смотрите, эту атаку мы пока исследуем. Мы вышли на какие-то следы, которые говорят о том, что и в Карабахском направлении были попытки атак, то есть это не была только атака Республика Армения, но и на Арцах. Но пока мы еще исследуем, там какие-то хвосты выходят. Могу сказать, одно, мы, естественно, эту атаку обнаружили поздним, задним числом, да, через примерно неделю после того, как она прошла. Но могу сказать, что уже к этому времени сервера управления, хакеры и так далее, они были заблокированы. Из этого я могу судить, что госструктура, которая противодействует хакерским атакам на госуровне, и у нас есть СЕРТ, это центр противодействия хакерским атакам. Он давно есть, 2009, он обслуживает только государственный сегмент. Судя по всему, они атаку обнаружили на раннем уровне и закрыли. Что было в арцарском направлении уже сложно понять. Но в целом вероятнее всего так было это пока предположение от азербайджанской спецслужб. Причем, я так скажу, скорее всего, в группе были очень хорошие особисты и очень плохие хакеры. Потому что там видно, что очень хорошо знали всю внутреннюю структуру и кухню. но о уровне заражения техническом там у нее все как-то очень какашечно прошло. Спасибо большое Самвел Мартиросян. Одним да или нет мы тоже их мочим в этом смысле? Ну, что-то делать. Да. Но вопрос там я опять скажу. Надо понять, что кибер и информационные атаки всего лишь обслуживают основное направление военное политическое. То есть мы все равно что бы там не мочили нам главное успехи в реальном. Да. Спасибо большое. Самвел Мартиросян эксперт по кибербезопасности медиаэксперт мой друг и человек с которым я играл в что где когда и он однажды блестяще ответил на вопрос который был связан с графиком сбора трав для женьгялу хатс. Вот я хочу всем нам пожелать чтобы этот график был актуальный и чтобы мы когда-нибудь поехали в Арцах джедер дуз и собирали там эти самые травы. Спасибо, сын. Спасибо. Спасибо. за субтитры